Соседство с новостройкой не радует никого. Однако, когда строительная эпопея заканчивается и жилой комплекс обретает красивые формы, люди свыкаются с новой действительностью и перестают ощущать дискомфорт. Но жители деревни Суханово, несмотря на то, что поселок Суханово парк уже выглядит красиво и презентабельно, до сих пор не могут войти в привычную кулью деревенской жизни. Сначала из-за горя строителей произошла экологическая катастрофа. Всем известно, как в прошлом году была прорвана плотина, и Сухановский пруд бесследно исчез. Его, конечно, восстановили, но сделали это своим привычным методом. Почистили немного берега, но, к сожалению, то, что они чистили, вот видите, остров такой в середине, это вот они сгребли весь этот тыл, и там его оставили, никуда не вывезли. Посчитали, что, наверное, этому это очень дорого. Соответственно, трава, которая осталась на дне озера, разлагается. Запах стоит, особенно в районе плотины, жуткий. Что будет дальше? Вот они сейчас запустили вроде рыбу, но пока она еще не дохнет. Но со временем, я думаю, умрет. Но даже не из-за этого деревенские обиделись на новых соседей. Так как новый комплекс позиционирует себя поселком элитным, то без высоких заборов и охраны ему нельзя. Старым жителям оставили небольшой кусочек пруда, а свой пляж засыпали белым песком и запретили визиты на свою территорию. Для того, чтобы посетить владение Суханово парк, местным жителям предложили купить абонементы на вход. Они предложили нам проходить на их территорию по пропускам. Мы согласились, составили списки. Первоначальная сумма за пропуска, именные из фотографий, была в районе 200 рублей. Мы как бы согласились, это не такие большие деньги, а пройти на территорию, погулять просто, с детьми поиграть. Нас это все устраивало. Но через день мне позвонили и увеличили сумму до 3000 в квартал. Мы даже не говорим о незаконности ограждения водоохранной зоны. Речь идет о том, что теперь перекрыт пешеходный проход между двумя деревнями. Ну, испокон веков пользовались вот этой дорогой, в Лопатина, сообщение было, то теперь мы не можем там пройти, потому что стоит охрана, и нас не пропускают. Все-таки это наша деревня, надо как-то вместе все это делать. Мостик. Да, мостик, чтобы в Лопатина можно было пройти. Испокон веков мы пользовались, наши предки этой землей пользовались, а теперь мы оказались никто, никому не нужны. Борясь за свои права, написаны сотни обращений в различные инстанции. Но забор и ныне там. Елена Бабина, Александр Ильин, Евгений Садовский, Видное ТВ.